Племенной конный завод Вологодский предприятие более чем с полувековой истории. Многим вологжанам он знаком по тройкам победителям на празднике День коня у Ерофейки. И действительно, предприятие выращивает племенных лошадей русской тяжеловозной и русской рысистой пород. Но одним из основных видов деятельности является воспроизводство крупного рогатого скота. И эти коровы официально элита. Сливки коровьего общества класса элита и элита рекорд. В хозяйстве завода около двух тысяч, как говорится, голов крупного рогатого скота. Коров 805. Молоко высокого сорта поставляют на молкомбинат областной столицы. Молодняк выращивают для себя и на экспорт. В других хозяйствах вологодские нетели ценятся. Сейчас телята содержатся с возраста 4-5 дней в групповой клетке. Все это устарело. Видите, микроклимат, душно, темно. Элитным телятам элитные номера на постой. Точнее, новый телятник профилакторий. Большое светлое помещение с современными окнами и светодиодными лампами готовится принять малышей. Для каждого обитателя этого детского сада с нуля до двух с половиной месяцев будет свое индивидуальное место. Уже почти оборудованное с соломой и известью внизу для дезинфекции. Постель будет меняться по мере необходимости. Кормление порционное по расписанию и по современным технологиям. Уже заказали, приобрели карманяню, которая у нас будет подогревать молоко. И по каждому ведру можно определенную дозу разливать. Можно подъехать к каждой клеточке, нажать пистолетом, молоко будет набрано. Приобретен зонд. Сейчас вот этот, как мы начинаем его использовать, хотя это уже во многих хозяйствах применяется. Для нас это впервые, что новорожденную теленку в течение часа-полутора будут выпаиваться через зонд молозива. Но не кормоняне и зондом едиными помогать в кормлении и уходе будут новые работники. Открытие телятника на 200 голов означает появление новых рабочих мест в помощь уже имеющимся кадрам. У каждой доярки есть свое стадо от 80 до 100 голов. Плюс на ее содержание, на ее плечи ложится содержание всех телят, которые родятся в этом стаде. Поэтому принято решение для того, чтобы доярка работала с коровой, непосредственно с ее физиологией разгрузить труд доярки, убрать у нее телят. Высокопродуктивные коровы требуют к себе много внимания и получат его теперь больше. Соответственно, и конечный результат будет выше, а это производство молока. Такой сложный год, дождливый, но несмотря ни на это, трудный и финансовый год по сравнению с остальными годами. Но несмотря ни на это, руководство хозяйства Юрий Людмич принял решение, что все-таки мы будем строить для того, чтобы есть стройка, есть будущее, будет жить хозяйство. И на сегодняшний день результат нашей мечты забывается. Есть планы и на будущий год по реконструкции телятника, увеличению числа коров. Работают на перспективу еще ряд хозяйств в Вологодском районе. Идет строительство в Красной Звезде, глобальный проект реализуется в Заре. Сумма инвестиций без малого практически миллиард рублей. Там несколько очередей будет реализовываться и коровник, и телятник. И, соответственно, к 2020 году более 5000 увеличения скотомест и поголовья скота. Безусловно, мы понимаем, что именно в таких экономических сложных условиях это очень рисковое мероприятие. Но, тем не менее, там уже тоже практически мы выходим на финальную стадию. Планируется, что первые объекты в Заре будут сданы во второй половине октября. А в Вологодском телята сменят место жительства уже в течение этих двух недель. Дарья Анфиногенова, Василий Попурин. Время новостей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...